добрый день уважаемые учащиеся сегодня мы с вами вновь на дистанционном обучении по предмету физическая культура и раздел нашего занятия футбол биографии великих футболистов конечно же этих великих футболистов за всю историю как с момента возникновения футбола таки проведения различных уровней футбольных матчей как клубных так и сборных команд весьма большое и большое множество даже целого урока не хватит чтобы рассказать по меньшей мере хотя бы из несколько десятков из них поэтому остановимся на наиболее выдающихся футболистах современности которые внесли значительный вклад в развитие и продвижение футбола и одним из общепризнанных мировых лидеров современного футбола конечно же является наш легендарный вратарь лев иванович яшин который в начале своей спортивной карьеры играл также в хоккей с шайбой с 50 по 53 год 20 века однако перед хоккейным чемпионатом мира 1954 года лев иванович был кандидатом в сборную ссср но решил сконцентрироваться именно на футболе свою легендарную карьеру он провел в московском клубе динамо а также сборной советского союза лев иванович является олимпийским чемпионом 56 года и чемпионом европы 1960 года лучший вратарь 20 века по версии фифа удостоен как единственный вратарь в истории получивший золотой мяч считается одним из первых вратарей мировом футболе широко освоивший игру на выходах по всей штрафной площадке вместе со своим клубом московским динамо лев иванович пять раз становился чемпионом ссср и три раза выигрывал кубок ссср по футболу один из самых узнаваемых футбольных игроков во всем мире эдсон арантис дуна сементу более известный всему миру как пиле бразильский футболист нападающий то есть атакующий полузащитник играл в свое время за такие клубы как сантос нью-йорк космос провел девяносто два матча и забил 77 голов в составе сборной бразилии пиле является единственным футболистом в мире который три раза становился чемпионом мира как игрок в 1958 62 и 70 годах а лучший футболист 20 века по версии футбольной комиссии фифа по голосованию на официальном сайте организации пили второй футболист двадцатом веке является лучшим спортсменом двадцатого веки по версии по версии международного олимпийского комитета и как человек который внес большой вклад в развитие современного футбола в 1995 по 1998 год занимал должность министра спорта в бразилии одним из немногих выдающихся европейских футболистов является футболист и тренер франц антон бекенбауэр по прозвищу кайзер выступавший в амплуа центрального защитника и полузащитника за все свое карьерное время дважды избирался футболистом года в европе сыграл на полях трех чемпионатов мира 103 раза призывался в ряды игроков сборной германии став первым же из немецких игроков сыгравшись на национальную сборную больше ста матчей в 1974 году кайзер быв капитаном команды германии выиграл чемпионат мира по футболу выступал за такие прославленные команды как мюнхенская бавария гамбург все это команды из германии нью-йорк космос сша в качестве главного тренера выиграл со сборной фрг чемпионат мира 90-го года самый узнаваемый после пиле это аргентинский футболист Диего Армандо Марадона футболист игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего выступал за свою историю в таких великих клубах как Барселона, Наполи, Севилья провел 91 матч забил 34 гола в составе сборной Аргентины Марадона является чемпионом мира 1986 года вице чемпион мира 1990 года участник четырех чемпионатов мира также по количеству как и Пеле чемпион мира среди молодежных команд 1979 года признавался лучшим игроком чемпионата мира 1986 года и признавался лучшим футболистом года в Южной Америке в 79-м и 80-м году является также одним из лучших футболистов 20-го века по голосованию на официальном сайте FIFA также с октября 2008 года по июль 2010 года Диего Марадона работал главным тренером сборной Аргентины с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года и заключает наших великих футболистов 20-го века в этом списке еще один немецкий нападающий Герхард Мюллер западно-германский футболист чемпион мира и Европы трехкратный обладатель Кубка Европейских чемпионов в 1964 году немецкий футболист перешел в Баварию выступавшую тогда в зоне югрегиональной лиги по тем временам его партнерами были такие великие футболисты как Франц Бекенбауэр, Кайзер и Зепп Майер лучший вратарь Германии со своей мюнхенской командой Баварии Мюллер выиграл почти все возможные трофеи европейского футбола 1960-х и 70-х годов в 4-27 матчах Бундеслиги он забил 365 голов на 97 больше чем идущий на втором месте немец Клаус Фишер как игрок сборной Германии вместе с Францем Бекенбауэром в 1970 году они выиграли чемпионат мира в данное время Герт Мюллер является тренером наставником молодежной команды Мюнхенской Баварии и в конце урока я благодарю вас за просмотр и в конце оставляю ссылочку под описанием скопировав которую вы можете увидеть в интернете противостояние двух величайших вратарей современности несколько до Продолжение следует...